так надо кстати на фон что-то поставить чтобы была музыка какая-то опять же надо поставить такую которая не будут банить в отличие потом чтобы этот когда подкаст сохранится чтобы он был давайте поставим на фон так все такое запрещено это я уже ставил я даже не знаю из тема финг давайте я напишу фоновая музыка для хотя не я знаю что лучше поставить my blood 9 time 8 бит только есть такой интерес я бы послушал хотя не 16 8 совсем 8 битных стейпс есть лайф блять я думал есть восемь бит а есть и 8 бит шугейс нет такого блять что никто не сделал 16 бит шугейс чуваки это есть и и Спасибо. 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 поставил замечательную фоновую музыку надеюсь на ней не очень громкая короче как так так алло тебя замечательно сейчас все выведу так александр алёнин наша вторая встреча с александром алёниным ему есть что сказать зайдя за эти дни в его жизни много чего случилось ну давай сам расскажешь я наши зрители может быть не знают что называется эйджизм дискриминация по возрасту короче тетки меня преследуют натравливают на меня мужиков которые толкают меня посылают вон за то что я с ребятишками играю где-то баллов футбол и так далее просто они подходят сами ко мне ребятишки и считают меня друг с другом я сейчас записываю стрим человеком идет там на много человек слушают мы интервью записываем нормальным хорошим человеком познакомлю да там короче единственное для меня счастье в жизни это проводить мастер-класс для детишек чтобы они рисовали про ли мои они берут мои мелкие рисуют ими и для меня это огромное счастье и просто заходить рядом с ребенком не огромных и все еще раз повторяю никакого сексуального увлечения вообще не испытывают никакого и у меня есть талант преподавательству к воспитательству к тому что дети ко мне тянутся дети не каждому преподавателю дядь летят преподаватели отвратительные я там знаю воспитатели дети говорят мне только добрые вещи я не буду описывать все сотни слов комплиментов которые они мне говорят и короче мы играем где-то буду на борт это так или короче горка такая ну современные человек встает спиной говорит дед был одет закрытыми глазами идет искать или как по горке шарится если кто-то на земле оказывается он слышит что-то потопает говорит тот земля тот человек горит если он не находит то он идет идет и хватает кого-то или надевает и все это игра укрепляет мышцы спины как ничто другое как никакое плавание отжимание скалолазание на 250 рублей за занятия где безразличный преподаватель то есть это максимально укрепляет мышцы спины то есть я у меня выбор или прожить стариком который будет болеть спиной ходить с палочкой или прожить играя с детишками где ты бабу но при этом взрослые постоянно на меня вызывают полицию оперов постоянно ко мне докапываются угрожают не угрожают в ютубе мне угрожают в реальной жизни они говорят чтобы я больше не заходил на их территорию это это взрослые тетки все им ничего не докажет ничего у них больная шизофреническая фантазия они говорят она одна из этих теток гибанутых сама говорит я видел как ты приходит делать я в жизни не подходил девочкам вообще она больная просто вот и все музыку я слушаю каждый день и панк-рок блинк лохали деду каждый день слушаю в наушниках каждый день и прямо сейчас и сегодня это вы питался слушал подошел к ребятам познакомился незнакомым не знаю кто они показывают свои картины они говорят классно обменялись телефоном но это ни к чему не приведет ребятишки реально тянутся ко мне это огромный талант потому что не каждому взрослому дано такое чтобы ребятишки к нему тянулись при том что я никакой не извращенец я вот тебе просто говорю поверь мне я никогда не совершу никакого зла никакого зла единственное что может быть это какая-то тетка бешеная сумасшедшая вызовет копов и скажет он там трогал он это делал и они просто чтобы закрыть ну чтобы получить медаль будут пытать меня и я просто признались кто убил кеннеди кто разрушил лавилон и так далее и в том числе и во всем признаюсь вот только такой вариант возможен я стран никогда никого зла не делаю никому и есть куча видео на ю тубе которые на пистол где ребятишки говорят мою защиту вот а сегодня я слушал группу трафарет я это я русская группа там офигенно короче гернаю мелодия динамика похоже немного задавлен мы не менее я тебя слушаю зрители есть мел мелодия то пишет на фоне за что сейчас на фоне играет гимн россии 8-бит 8 но это наверно хорошо потому что полицейский который будет смотреть на ее трофляции за путина сейский да сейские смотрят круизер подкаст только не один патриот путина висит а два патриота путина 3 у них специальный канал они подписаны на наш подкаст да да потому что если один патриот путина висит это значит что ты не патриот а если 3 2 это нормально а тем более ты подписан на наш подкаст то ты настоящий полицейский ты смотришь и слушаешь патриотическую музыку и все нормально александр тебе вопрос от помеха 200 айкью куда мешок боксерский он убрал он имеет виду видимо сзади у тебя потому что у меня на не нужно это мало мне купила она думала сделать меня боксера но я не стал боксером я стал дворником и ты его свертухи унес я свертухи бил погрузки правильно люди думают я бил погруши свертухи видео есть видео на ютубе я бил свертухи и подвал и кричал так плохо а сейчас блять что-то музыка слишком громко я извиняюсь потише сделаю что-то совсем как там разозлит и слишком громкая музыка просто музыка ебашит на чё-то жесткому короче чё твоя мама она настороженно относится к твоим знакомым или что у нее легкая паранойя она просто заходит в нее контролера она просто ну давай я позову ее просто я не знаю если в этом вообще не ну давай просто ради угарку я ну давай конечно позовем как бы я а ты готова пойдем пойдем ты узнаешь человека который подозрительный я оставил он готов ответить на все твои вопросы он прям как я с тобой познакомился откуда ты взялся давай походи не ты не пьяный я выпил пива и вы извините какого города ой я честно говоря с какого города ой я честно говоря с кемерово я увидел чисто случайно видео вашего сына в сети на ютубе и я подумал сначала что он актер вот я думаю что это какой-то сериал думал можно тнт там кто-то что-то снимает там казалось что нет это реально человек с реальной жизни реальной судьбой ну я вообще музыкант сам по себе пел в свое время сам тоже достаточно творческий человек поэтому меня интересуют творческие люди такие же как я и вам что понравилось ну искренность открытость как бы что человек действительно достаточно добрый никаких намерений злых у него нет ну я по крайней мере их не вижу вот поэтому да есть какие-то проблемы в плане того что у него бывает иногда то что он боится чего-то кого-то или что люди не понимают его поэтому он переживает по этому поводу очень сильно то есть то что как бы он принимает таблетки все остальное я считаю что да ему конечно нужно их принимать потому что человек общество оно задавило в свое время и сейчас продолжает давить но он не виноват же в этом ну то есть как бы вы где-то работаете в музыкальной сфере ну да 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 ну не прям музыкальной но приближенно то есть записывать что-то а также в разве или вы где-то за полетами но на сцене на таком парнинку воюет на крут крут моя мечта пистолет и я могу даже александру скинуть там видео есть Песклея пела, может быть, интересно будет. А то, что Александр злоупотребляет, это нормально? Абсолютно с добрыми намерениями подходит к людям, люди его как бы отвергают и вот это свое стереотипное мышление пытаются выразить. Я понимаю, почему это, опять же, касаемо детей, я могу понять, почему. То есть это даже нормально, то, что люди обеспокоены взрослым, что парень 35 лет, взрослый мужик, типа, зачем? Понятно. Но, опять же, можно ведь поговорить для начала, не обязательно же говорить, вот ты такой-то сякой, пошел вон отсюда и посылать человека. Тем более, если он говорит, я болею, у меня болезнь. То есть люди ужасно поступают с ним. Андрей, а вам сколько лет? Мне 25. Да? Да. А на фотографии вы прямо кто? Вот не жестенько вы видите. Это тоже фотография его на аватарке. Вот его фотография. 25. 25. Ну, он взрослый застоявшийся человек. Ну, можно и так сказать. Может, семья, дети? Нет, пока нет. Не, ну, семья и детей нет. Пока что нет. Ну, прекрасно видите, что Александр застрял где-то в подростковом возрасте. Ну, знаете, инфантилизм, он вообще присущ многим сейчас людям в наше время. Ну, поколение нашему в целом. Потому что это, опять же, связано на то, что вы рождены там при Советском Союзе, да, условно говоря, мы рождены в другое время и у нас вот это трудоустройство, оно происходит намного дольше в жизни, к сожалению. То есть не вина людей, опять же. Ну, при этом я работаю дворником. Ну, это хотя бы что-то. Не хотя бы, это серьезная, на самом деле, профессия. В то же советское время это очень ценилось, профессия. Сейчас это обесценено все абсолютно. Просто все обесценено. Ну, я просто не понимаю этого. То есть почему так происходит. Задай любой вопрос, он ответит честно. Я хочу с тобой просто тебе сказать честно. Вот если вдруг действительно я, как и все, все знакомых, там как-то найду человека, который займется твоими музыками. Я с удовольствием буду заниматься каждый день. Я только жду этого. Всего занимаешься каждый день. Потому что я не занимаюсь музыкой, поэтому я занимаюсь вот этим. Теперь тебе это уже надоело. Я с удовольствием каждый день, смотри, вот я нарисовал. Что ты с половиной расцеплешь. Расцеплешь, значит это уже, значит это тебе уже надоело. Тебе это уже не устраивает. И ты этим уже, тебе и ход с этим занимаешься, и занимаешься совершенно другим. Как ты сказал. Ты заполняешь пустоту, ты сны, и всем остальным. Все, спасибо. Просто, видимо, вы подумали, что я как-то над ним, может быть, смеюсь. Ну, по себе, какие рисунки, какого возраста может ребенок нарисовать такой рисунок? Я считаю, что есть, опять же, вы наверняка тоже знаете, как взрослый человек. Были художники, которые рисовали такую мазню, извиняюсь за выражение, но они были великими. Но тут просто человек выражает какое-то свое внутреннее состояние. То есть понятно, что у него есть все красивые произведения. Он же разрисовывал вот эти пейзажи, где там возле школы, да, где-то? Да-да-да. Школы, школы, дворы, 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 пять, ты забыла. Ага. Дело в том, что он все капит, все капит, все ниже спускается, ниже, ниже. Плоки так плавно туда уходят. Если раньше у него рисунки были разноплановыми, интересные, то сейчас они становятся все какими-то очень абстрактными и очень непонятными и никакого развития в этом я не вижу. Я вижу только один. – Кстати, хотел вот узнать, недавно наткнулся на видео про то, что Александр работал фрезеровщиком. Там даже показывали его выставку. Я вообще удивился, то есть очень… По телевизору, видимо, показываю. Вы же наверняка, как мать, вы гордились своим сыном, правильно? Или нет? Ну да, это было давно, это закончилось. И очень творогский период. Просто Саша как всегда… С говниками не смог сжиться. Да. А то, что это те же самые люди, и надо увидеть не только как бы черность… Если бы я пил и курил тогда вместе с ними, я бы с ними ужился. Ну… А сейчас… Тебе надо ходить и съедать фрезеровку… Я буду пить, курить и буду с ними тусроласку. Это… А ты там пьешь и курешь и… И что? Пустую вору… Просто как дым… Уходит в твоя жизнь, как говорится. Я с фрезеровщиками буду как брат с братьями. Потому что я курю и пью. Какая низкая. А такая я не курил, не пил. И меня… Высложнули. Да не высложнули, это с них убежало. Нет, нет. Нет, меня высложнули. Ты такой прибыль, потому что тебе дали там какой-то разряд. Тебе надо вольфы. А ну ты там не мог сдать даже то, что полагалось дозвониться сдавать. Ты угодно сдавал и сдал. В итоге ты решил само удалиться. Нет, это… У меня выставка в Москве. Ага. Ты сказал, что у меня выставка в Москве. Урагская политика. Раньше из Москвы ссылали в Сибирь, а теперь в Сибирь… Ты будь в Москву, если вдруг проблемы начинают. У меня было, кстати, очень одиноко. Ей не с кем поговорить. Если бы… В группе, если бы ты стримы проводила… Да. Да. Не будет у тебя, сыночка. Всё. Да, это она говорит на камеру. Спасибо вам. Спасибо. Смотришь, кошка меня отмелкивает. Всё, она пошла. А ты регрессируешь? Я регрессирую. Понимаю. Вот пишут… Тут новый сценарий для сиквела «Одержимость». Как ты к этому относишься вообще? Я, к сожалению, не смотрел «Одержимость». А, «Одержимость», подожди, я смотрел это с этим… Том Харби. Нет. Ну, где, короче, мужик на машине подрезал девушку и начал её преследовать. Ну, «Одержимость», по-моему, это фильм Дэмиан Шазелла, где барабанщик, чувак барабанщиком… Надо посмотреть, ну, фильм сейчас… Если я не ошибаюсь, про этот же фильм имеется в виду? Я не смотрел этот фильм. Это мои танки. Это одни из тысячи танков, которые я нарисовал, но никому они не нужны. Я мечтаю создать игру. С какого года «Одержимость» фильм? Ой, господи, сейчас бы вспомнить. Так на целый, наверное… Ну, не такой… Не такой старый фильм. Барабанщик. Барабанщик. Я посмотрю. У тебя же наверняка есть тоже свои зрители какие-то, да? Ты бы мог их пригласить на наш фильм тоже. Особенно ребятишки прибавились. Какие люди… Которые… С которыми я играю в Хитебдову. И которые знают меня по всему району. Но вдруг они вперед бдительные говорят… Я давно за тобой слежу! Я вызыву милицию! Ты мог бы сейчас, в принципе, скинуть себе на страницу ссылку на наш стрим, и, может быть, кто-то ещё бы зашёл бы и... Я скину на страницу. Тебе бы задали вопрос. Твои уже. Они сейчас спят, скорее всего. Ну, давай, скидывай ссылку, и я скину на страницу. Хорошо, давай, я тебе скину ссылку. Короче, я столкнулся с значайшим эйджизмом. Это дискриминация по водорослу. Эйджизм. Так, вот я тебя кинул. Так, сейчас скопирую ссылку. Так, сейчас проверим ВКонтакте. А на YouTube можно выложить? Да, конечно. Куда хочешь. Так, как же выложить на YouTube-то ссылку? Ну, я выложу потом, когда мы запишем ссылку. Понятно, да, я тебе скину. Я тебе скину как-то. Я просто выложил в ВКонтакте, а там какое-то лицо такое, грустное чувака. Как же мне написать там? Ну, ты просто какую-нибудь ссылку скажи. Сейчас типа идёт стрим со мной на... На лейбле, или как ты там написал тогда? На лейбле Квизер. На лейбле Квизер. На лейбле Квизер. Кругли беда. Пристои ДИ-ня-е-ть летет. Может быть, кто-то пристрелится. Скорее всего. Потому что сейчас у нас стол первого ночи, я когда стрим проводил до этого, они сказали, пока мы спать, они говорят, если пениция приедет, мы тебя защитим. Я теперь сейчас скинул скриншот, где мне чел угрожал на ютубе, потому что я с ребятишками тусовался. Ты куда мне скинешь? Сюда? В ДИС? Да. Сюда, в чат, в исходке. Давай. Сейчас, не одну картинку, а несколько, где там разные ответы. Чел, отвали от детей, ты с моего города, я напишу на тебя заявление. Я пишу и отправлю. Хорошо. Дай Офенбаронг что-то. Чел, отвали от детей. Бру, он хороший. Это пишет и это друг его. Поймите, он хороший, он не убийца. Он сейчас сильный, он добрый человек. Ну так и есть, на самом деле. Да, вот. Вот этот чел реально написал мне угрозу и я беспокоился, что у меня тревожное расстройство. Еще те, кто меня толкали в спину и кричали, пошел нахуй, иди нахуй отсюда, больше не появляйся в нашем районе. У меня абсцессии, и у меня, когда я ложусь спать, у меня начинаются мысли на месте, но они никогда не реализуются в реальные события. Никогда. Никогда. То есть у меня была мысль облить его говном, показать ему фак в лице, и сказать, пошел нахуй, там, смой, ебаный, извиняюсь, беру свои слова назад. Но это никогда не реализуется, не реализуется никогда. Я никому не сделаю ничего, никого, зла. Но мне это мучает, потому что я больной человек. А лекарство, которое от абсцессии, оно стоит, оно стоило еще несколько, ну 5 лет назад 500 рублей, сейчас оно стоит 2 тысячи рублей. Вот так. Я сегодня слышал, блин, планхаринт, эти ту, ранние песни. И знаешь что, я слушал музыку, но как будто она мимо меня шла, потому что я столкнулся со взрослыми тетками, которые меня преследуют. И вейджизм, преследование реальное жесткое, угрозы. Но все равно я кайфанул немножко. А потом я пошел, сел и начал играть один в детабабу, и челик присоединился ко мне. Я сказал, давай вместе поиграем. Еще третий присоединился, более взрослый. И мы стали играть. Еще четвертый присоединился. И мы играли в детабабу, и я ощущал нирвану, счастье. И говорю тебе, я испытываю счастье, когда играю в детабабу. Если бы появилась такая вот организация, кружок, где взрослая женщина, допустим, следит за порядком. Допустим, за деньги. Я готов даже деньги башлять. И мы играем в детабабу, и она следит. И все это легально, и никто не вызовет полицию, и никто не будет угрожать. Все легально. И так же я рисую мастер-классы, провожу при взрослых, для детей. Для меня это самое большое счастье в жизни. Я испытываю настоящий кайф, единственный в жизни кайф. Счастье и радость. Не сексуальный, а вот именно душевный, как нирвана. Вот это факт. Так, у тебя есть, ну вообще в твоем городе какие-то, типа, дом детского творчества там, или художественные какие-то школы? Имеется же такое? Я приходил к ним, они говорят, нам похер. Это маленький городок, закрытый. Живеногос 26. Здесь всем похер. Не, ну ты же наверняка говорил, типа, мне не надо ничего за это платить. Я... Конечно, я говорил, они говорят, ну... Да че вообще, да похер вообще. Ну это странно. Потому что обычно, когда такая инициатива есть от человека самого... Да, это вся образование есть, а высшее нет. А, ну видишь. Называние... Поднебесный получает высшее образование в 50 лет, ну почти 50 лет уже скоро. Хотя неверно, когда он закончится, это высшее образование, наверное, в 70 лет. Поднебесный, вероятно, его вообще не закончится. Он, видимо, никогда не закончится, потому что он не хочет работать в медитаре, он популизмом занимается. Но он все-таки некоторые вещи он правильно говорит. Ну ему кидают донаты, он живет за счет донатов. Он живет за счет донатов, он вжурок, я постоянно его разоблачаю, но... Я постоянно в этом видео говорю про него газ. Я бы хотел дебаты Александра Алениной и Поднебесного. Поднебесного. На Акруизере подкаст. Он просто начнет, знаешь, ты обязан мне. А что это за чел мне написал? Вы обязаны понять, что лох это судьба. Что это такое? Это какой-то чел из дискорда, что ли? Где? В смысле, где? У меня какое-то уведомление пришло. Я не понимаю, кто это мне написал. В смысле, кто тебе такое написал? Я не понимаю, кто написал. Сейчас посмотрю. Комментарии. Так. Привет, Александр. Не плачьте, я вас люблю. Никто мне не написал, что лох это судьба. Кто-то в дискорде пишет, что лох это судьба кому-то. Я не понимаю, кому. Ну, давай посмотрим, кто кому пишет. Что мне интересно стало. Я сейчас всех посмотрю. Никто не пишет мне. Ну, я не вижу ничего такого, что лох это судьба. Мне просто уведомление с права пришло какое-то и исчезло. Может, это бот какой-то отправляет? Я не знаю, кто. Ну, короче, не важно. Покер. Лох это судьба, это так. Никто сказал, лох это судьба. Никто сказал, я лох это судьба. И он даже сошел с ума из-за этого. Короче, я сегодня подошел к ребятам незнакомым. Просто к незнакомым. Не видел их даже, как они выглядят. И сказал, привет, вы меня не знаете, я вас не знаю. Так? Я городской художник. Ходите посмотреть мои картины. Вы знаете Ван Гога? Вы видели его самые ужасные картины? Он говорит, да. Там сидела девчонка, которая, конечно же, молчала. Как и все девчонки. Короче, он посмотрел мои картины и сказал, отлично. обменялись телефоном. Я говорю, знаешь, вот есть такая тема, что девчонки выбирают замок рыжих, чтобы с ними выглядеть, гулять с ними и выглядеть на их фоне красивые красавицы. А вот еще какой-то. Сад, джек, пи, спам, гейм. Это батрачи. Я не знаю, короче, что там, не понял, что он написал. Короче, я говорю, ты можешь выбрать меня, чтобы твоя девчонка, вот даже после нашего общения, твоя девушка, вот я сказал, хорошо, это не твоя девушка, это просто девушка, которая просто сидит рядом. После того, как мы с тобой пообщались, она полюбит тебя больше, чем кого-либо, потому что она увидит, кто такой эмоционально нестабильный и больной человек, и ты нормис. Но я и не говорил ему нормис. Говорю, ты нормальный парень. То есть, прикинь, и я угородил с этого сам. Короче, он обменялся с моими телефоном. Я сказал, что я пойду, я не буду вам мешать. Он сказал, давай обменяемся с телефоном, не прикинь. Так, а что с этими, как они, с тёлками, которыми ты познакомился на остановке? Они забили на меня и стали тусить с этим нормисом. Это нормально. Я реально с ними не смог бы ни о чём общаться. Я понимаю, что я узнал, что они ни о чём предметом не общаются. Они живут на инстинктах, они живут на эмоциях, на бессознательном. То есть, они постоянно, как будто у них плеск гормона счастья. То есть, она... И вот этот парень нормит, он, типа, как, знаешь, вот такой вот регулирующий элемент. Он такой, когда нужно, он им подоградает. Когда нужно, он ещё что-то сделает, ещё что-то промолчит. А вот я не могу так. То есть, смотри, если девушка... Вот если я, например, изучу какую-то тему, например, диалоги Платона, и буду говорить девушкой вот такой, как вот эти. О диалогах Платона тоже, знаете, что она подумает, поймёт. Он хочет подходить ко мне, чтобы создать семью, чтобы продолжить рост. Для этого он использует стратегию диалоги Платона. Конкретную тему. Но мне нужен нормис, который будет просто реагировать на мои... Вот реально, я говорю, это другие существа. И я встречаю среди них ребят социопатом, каким-то не психопатом, но... Я не могу никак с ними конкурировать вообще. Я не могу с ними никакого общего языка найти. Они говорят мне, почему ты такой сегодня грустный, скромный, и я вынужден придумывать какие-то вещи, чтобы развестелить их, и это, наоборот, их в итоге потом уже пугает, и они уходят к норме самым. Я остаюсь один. И ещё я шёл домой. Подходит чел какой-то, такой здоровенький, ниже меня ростом чуть-чуть. Он левша, видимо, хватает меня за левую руку, левой рукой удары наносит. И говорю, и со сапогами, это ты что-то девушке там говорил? Я говорю, нет, нет. Дальше он почему-то дальше не проходит, он заходит на газон, и просто стоит в телефон, втыкает. Я вообще не помню, что происходит. Я спросил у девушки, это ты вызвала? Она говорит, нет, я никого не дала. Вообще аномалия полная. Что произошло? И это на видео записано. На видео записано. Называется «Произошёл полный трэш». Видео сейчас скинул. Ну а как ты считаешь, что ты, типа, не переборщил с Йозефом Фрицером? Переборщил с Йозефом Фрицером. Переборщил с Йозефом Фрицером. Переборщил, потому что я был пьяный в усмерть. Потому что я сам заложник Йозефа Фрицера. Потому что я не знал, что есть дозволено, а что нет. Потому что я не понимаю этого. Я социально изолирован, я аутист, я ограничен. Ну теперь я знаю. Я извинился перед ними, извинился. Я написал им голосовые сообщения, где извинился. И знаешь, что эта девушка написала, которая испугалась Йозефом Фрицером? Она написала «Да не парься, всё норма». И всё. Моё у них нет. Ну и всё. Ну а как ты думаешь вообще, откуда берутся такие как Йозеф Фрицеры? Почему люди такими становятся? Ну это короче просто... Это сложно конечно. Это просто выродок. Я его ненавижу. Я бы хотел бы медленно пытать за яйца вот так вот сжимать. Длительно. Я ненавижу Йозеф Фрицера. Это самый гадкий урод. Ещё у него всё такие как у директора со второй школы, который меня кинул на деньги. И когда родители устроили мастер-класс, он сказал «А налоги будешь платить?» И сказал «Ох, на мои рисунки пейзажа это тихий ужас!» Я ему в фах густы прям показал. Есть видео, я могу выложить, если поискать. Я короче не найду это видео, короче там где-то в архивах. Где ко мне подошёл чел-то там и долго искать. Давай я ещё раз сниму, где я стал хагаряном клубом видео. Потому что если я смогу заполучить коржанок у шаху полицейского копа, то я стану настоящим хозяином клуба. Кто будет? Где ты Баба будет настоящая? Да, где ты Баба будет настоящая. Посмотрите внимательно это видео. Это я. Единственный фотошоп это коржанка и шаху полицейского. Всё остальное это я. Посмотрите какая музыка подобрана. Да, отличная музыка. Это моя любимая музыка. Это моим эмофором. То есть ты поёшь чистым вокалом или игровым? Сейчас, подожди. Видео просто сейчас закончится. А, да нет, ты посмотри видео, да. Да, всё, видео закончилось. Я вообще академический вокалист. То есть это опереты. Ты решил тоже посмотреть это видео? Потому что музыка прекрасная. Видеоряд прекрасный. И посмотрели они оглядываются, оборачиваются и видят меня. После этого они назад оборачиваются и решают потусоваться, потанцевать с этими мужиками. А что, кстати, зачем вот этот хик или как, кто это, кто это такой вообще? Чем он известен? Ну он, ну просто блогер хороший, который сделал обзор по поводу того видео, сейчас я скину это видео, где на меня Эджин яркий проявили. Я скину это видео, где на меня проявили яркий Эджин. Не верьте этой тётке про то, что якобы я под... Всё, что она пиздит, это ломашь. Не, ну она сказала о том, что ты якобы пугаешь детей, но это же ведь не так. Это просто пиздёж. Это просто железовженительский бред. Она ещё говорила, что я к девочкам подхожу. Я не подходила в жизни, не подходил к девочкам. Ко мне дети сами подходят. Она просто больная. Сейчас скидываю видео. Сейчас пойду немного. Самое легендарное видео. Насильно призвали или он сам поехал? Он сам поехал. По должности. Давайте, ближе к угрозам перейдём. Сейчас по должности. Он занимал... Ну он же военную должность занимал. Здравствуйте. А, вот. Вот. Есть такая проблема. Мы давно за вами наблюдали. Да, вы за мной наблюдаете. Да. Я как раз хотел с его родителями пообщаться. А зачем вы? Вы вообще к детям знаете, что они несовершеннолетние? Вы зачем подходите? Да, я знаю. Это неправильно. Но тогда я не буду подходить. Я очень давно на вас смотрю. Да. Вы здесь всё время стали ходить и приставать красивыми дети. Да нет, я просто пью и ко мне подсаживаются ребятишки. Нет, нет. Мне не помогут. Ну хорошо, я подхожу к ним. То играете с ними, то мелкие рисуете, то ещё что-то делать. Какое у вас интересное, но они совершенно... У меня нет никакого интереса. А зачем вы тогда подходите к ним? Милицию сходить? Ко мне на меня уже вызывали милицию. Все, все данные взяли, всё взяли. Уже вызывали, все, все данные взяли. Пожалуйста, не надо детей пугать ходить. Ну, я их не пугаю. Ну, хорошо. Это полный бедёр. Вы заходите к малолетним детям. Я на самом деле не подхожу к ним. Нет, я с девочками не играю в игру. Ну, ребята гуляют, мальчик, девочки играют. Вы с ними начинаете то мелкие рисовать, то играть, то футбол, то гамплести. Подхойте с бутылками... Я уверен, что этот дед тоже... Он на самом деле настоящий. У меня нет друзей. Мне кажется, что он представлял детям когда-нибудь в твоей жизни. Ну, хотя я... Я городской художник Александра Лёвина. Мне хотел Петя Васичкин с Луны. Я не хочу, чтобы к моим детям подходил взрослый человек и играл с ними. Ну, хорошо, я тогда один пойду пить. Который поминует вот эти табачонки и ванны. Да у меня нет друзей, нету. Молодой человек, я вас предупреждаю. Пожалуйста, не подходите к третьям. С лукаволем со своими разговорами. Да я здесь, в этом квазале. Я не буду подходить, хорошо. Я вас просто... Я вас просто... Я буду вас просить. Нет, я понял, я понял. Да я не знаю, где он живет. Он постоянно здесь... Да я здесь живу. Где? Не сижу, что всякую пургу какую-то не могу понять. Давай иди, что здесь девочки. Давай иди, что здесь девочки. Нет, вы понимаете, он постоянно... Причем они пугаются. Они пугаются? Давай, давай, иди, иди. Иди, иди. Ну, хорошо, я пошел. Я вас прошу, не подходите к мне. Ну, а если дети ко мне подойдут, что мне делать? Так, а что вы ходите здесь? Идите, занимайтесь своими делами. Так я просто пью. Я пьяный. Ну, за ней дела. Я пьяный. Ну, вы пьете, вы алкоголь, вы какой пример детям поставите? Ну, хорошо, я иду. Иди, 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 иди. Ну, какой пример? Хорошо, вы толкаете меня. Не надо, Борис Васильевич, не это. Не, ну, это нормально. Ну, вы сидите с коктейлем, с бутылками, разговариваете с нашими детьми, и вечно куда несете. Да я вообще никому не имею никакого интереса сексуального. Сейчас зачем вы к нему подошли, Влад? Да он ко мне подошел. Он не подошел, он стоял до меня. Он там ко мне подошел. Вы идете, я за вами. Ну, иди, хватит. Ну, хорошо, я ухожу. Иди к чёртовой матери. Иди к чёртовой матери, да. Иди, иди, иди. Да, к чёртовой матери. На меня уже писали, и все. Пошел нахуй отсюда, да. Давай, 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 давай. Пошел я нахуй отсюда, да. Давай, давай. Чтоб тебе больше. Да, чтоб меня не видели, да. И ты тоже. Это ужасно. Это я щас. Эх, блин. Все, я закончу смотреть это видео. Это, это просто не то, что это ужасно. Это наша жизнь. Наша жизнь, да. Это и дизайн в откровенной форме. Российское бытие. То есть, представь, если бы у него родился сын Гиен. Представь, что бы с ним было. Да я думаю, ничего бы с ним не было. Он бы принял это и... Он бы просто умер. А они бы вместе смотрели Гачи Мучи, скорее всего. А, да, да. Ну ты защищаешь этого мерзкого ненавиджего этого старика. Не, я его не защищаю. Я говорю, что этот старик, он просто как бы, ну... Он просто кухон, который... Он всю жизнь так живет, ну типа... Он всю жизнь так... Ставит себя, что у него есть силы, яйца, вот... Да-да, я мужик. Вот, типа того, да. Ну короче, слушай. Единственная радость в моей жизни, вот... Вот я не могу найти друзей среди сверстников. Это, оказывается, либо максимальные нормисты, которые... Которыми не о чем говорить. Либо это... Левые наркоманы, либо алкаши, или... И одно и то же. Только я не подходил знакомиться. Поэтому вот детишки ко мне тянутся. И это талант. Вот разве это не талант, что детишки тянутся? Если бы был цивилизованный мир, западная Европа, Азия, Китай... Там... США... Детишки тянутся. Они бы рассказали, давайте организуем какие-нибудь... Кружок, где детишки тянутся к нему, и он обучает их рисованию. Он уже талантливый. Но здесь этого нету. Здесь просто все руинят. Вот как так? И я счастлив, когда с ребятишком просто гуляю. Я иду... Вот я до того, как вот это произошло, я шел, я записывал видео и говорю, Я сейчас так счастлив, что я иду просто с ребятенком. Просто потому, что я кем-то иду, не один. Когда играют в детебагу, когда они разбирают мои мелки для рисования и рисуют вместе со мной. Я так счастлив, как никогда в жизни. Это самое большое счастье в моей жизни. Ну неужели это плохо? Ну вот из-за ведь жизни вот этих вот теток еганых. Ну смотри, я... Вот как я вижу все это. Я это вижу так, что... Типа да, ты хорошо ладишься с детьми, у вас там дед и баба, все как бы замечательно. Не рисовать. Но тебя, дети, того сами не понимая, они ставят под удар на самом деле. Потому что дети сами понимают отношения взрослых к этому, ко всему. И они тебя ставят все равно под удар. Хотя они должны... Вот ты говоришь, типа кто-то чтобы сказал, кто-то организовал. Ну тут опять же, если дохуй от детей соберется и скажут, тут есть такой чувак. И мы хотим как бы с ним вместе играть в детебагу, рисовать. В цивилизованном мире так и было, были. Но дети, они ведь... Это же все глубже, они запуганы. Они боятся сказать. Ну, полицейский говорит, вы не личности. Идите домой и больше никуда не высовывайтесь, ни с каким взрослым не общайтесь. Вы не имеете права выброса. Вот так вот говорит полицейский, когда меня задержал. Когда они подошлись и сказали, за что вы его задержали, он ничего нам не сделал. Он трогал вас. Никого не трогал. Никогда. Да. Вот они вроде бы, да, они очень много рассуждают, но поэтому они и не понимают каких-то вот прям банальных вещей, что реально они тебя ставят. Я вам говорил, с другими просто они ничего не выйдет. Они говорят, если бы ты хотел у нас что-то сделать, ты бы уже давно нас завел куда-то. И там, кстати, были родители, которые разрешили им гулять со мной, даже до того до школ. Только они сказали, что если я поведу куда-то, то не ходи, а если ты поведешь меня куда-то, то ходи. И вот это было как раз до вот этого момента с этим челом, вот этим видео уебищным, мерзким. Ну, вообще по сути там дофига уже детей соберется, с которыми ты футбол играл, которые до этого были, плюс эти новые какие-то чуваки. То есть, ну дохуя детей по сути. Если мастер-классов провести, если вдруг не будет, то соберутся. Не, я о том, что типа да, чтобы они действительно как-то поговорили с своими родителями, чтобы ты просто сам взял и создал беседу. Это вот как мне кажется, я тебе предлагаю что-то сделать. Во-первых, создай беседу. Пригласи туда этих ребят, кто хочет реально. Назови это кружок Александра Алёнина. Ну просто, пускай это будет неофициально, но он есть. Будет. И там реально эти люди будут, ну эти дети будут в этой беседе. У тебя будут контакты их родителей. Ты будешь говорить, прежде чем вступить в эту беседу, дайте контакт своего родителя. Все, они дают контакт родителям, ты созваниваешься, родитель согласен, этот ребенок в твоем кружке. Неофициально. Вот так можно сделать. Это прям вот нормальная тема. Что бы не было вот этого постоянно, что кто-то узнал, что ты там с ними гуляешь, они такие, ах ты гандон. А кто-то сказал, типа, другие как бы, сказал, а мой, типа, родители вообще не против. То есть, что бы не было такого. Что бы у тебя были только дети в твоем кружке, которые, так сказать, у которых родители согласны на это. Ну ты понял. Ну так же, в контакте создать кружок Александра Ленина. Я не вижу, где их создать. Ну там можно группы создавать. Можно в WhatsApp, можно в Телеге. Лучше, наверное, в WhatsApp сделать, потому что там в основном сидят всякие взрослые люди. А, хорошо. Может, в WhatsApp и там, да. То есть, это вот для начала стоит начать с этого. Потому что, что бы это было как-то маломальски хотя бы. Потому что дети, ну, дети, они, понятно. Просто в WhatsApp у меня нет ни одного ребенка. Они только в контакте мне пишут. Ну вот. Как вы увидите, если ты скажешь вот эту тему, скажи. Вот я решил так-то, так-то, что у меня будет неофициальный кружок, которым мы будем рисовать, играть в дед и бабу. Там, расписание, может, какое-то даже составить. Типа, вам, ну, типа, удобно будет во сколько подходить. Короче, я не знаю, как создать в WhatsApp группу. Я знаю, как передать им создать группу, но я, короче, за ребятишками завтра, когда встречусь, поговорю, и мы создадим группу. Не, ну как тебе такая идея? Как ты считаешь? Такая идея. Решит твою как-то проблему? Там видео есть где. И решит проблему видео с нападками, если, например, библиотека. Официальный кружок художника Александра Ленина в мастер-классе по рисованию. Приходят ребятишки под наблюдением взрослого. Все. Все. Нет вопросов. Никаких вопросов нет. Ну, в том числе, твой неофициальный кружок, когда ты приведешь детей в библиотеку и скажешь, я хочу вот в вашей библиотеке, вот у меня есть столько-то детей, я хотел бы провести. Они скажут, нифига себе, типа, класс, прикольно. Нет, это нифига себе, потому что, ну что, ну что, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как парик ты попробуй александр я тебе говорю я попробую ты просто заранее вот это все говоришь потому что у тебя был опыт не очень реально когда такое говорили мне но сейчас может быть не скажут кто знает тебя есть сейчас игра у тебя есть люди то есть такой программа что я стою на учете покажу это я знаю ну да да там короче я пришел в библиотеку пошли мы там куда-то туда туда-то туда-то говорю вы сами такие или что-то подобное ну не манима и все я перстону мугры это для всех библиотек я тебе скажу так что библиотека тем более у них есть свои дела там поэтому я не думаю что не прям вспоминает думают вот придет александра ленина 5 моего там займ очкарика еще бред как но я буду ебанутым но я не ебанутый я принимаю лекарства и я уже не обижаюсь даже на агрессивные слова то есть меня мужик сказал иди нахуй отсюда я сказал максимум что иди ты тоже и ты тоже иди и все я вообще не обижаюсь на слова то есть я приду в библиотеку я приходил в библиотеку там была еврейка извиняюсь за антихимитизм я не я люблю левитана она сказала ой саша не ой саша не то есть она даже знаю мое имя ну в той ситуации было так видимо что тебя не было вот этих детей на тот момент который сейчас то есть ну да а сейчас все есть дети я тебе об этом и говорю что у тебя есть свой не ну пока что нет ну ты создашь беседу туда люди ну детей вот этих даже с теми с которым футбол тогда гонял если кто-то захочет и все у тебя будет даже если у тебя будет там 10 человек это уже много достаточно то есть ты объединишь при этом ребят они будут вместе это как-то познакомиться там перезнакомиться при этом ты организуешь такую тусовку неформально что в этой тусовке будут стать взрослые люди они будут знать тебя твой номер телефона беседу если что будет знать как куда обращаться хотите посмотреть на эту базу как выглядит выглядит игра нету может скинг скинуть видосы с дитой бабы ну да это скучно и смотреть на это это интересно играет но просто посмотри на пример как я пузакал сейчас скину тебе посмотри вместе когда меня вот этот мужик вот и вот эта тетка на меня клеветала вот посмотрите мая реакция 2 только приду через него Пожалуйста. Я пытался поговорить с родителями этого пацана, а они отказывались, что заняты упоркой. Затем он позвонил мне, я думал это его родители, а это был он. Я плакал в трубку и он бросил трубку и сказал ладно пока. Ну это тяжело, тяжело такое смотреть. Пацаны. Пацаны. Пацаны, это был он. Я плакал в трубку, и он бросил трубку, сказав, ладно, пока. Чуваки, я не могу. Тяжело наблюдать за страданиями другого человека, ну эмпатия во мне присутствует, я не настолько ещё пока ёбу дал, чтобы смотреть видео, где человек плачет из-за того, что кто-то решил, что он плохой. Сейчас Александр Алюнин отошёл куда-то, я тоже, скорее всего, отойду, мне надо сходить куда-куда. Так, ну да, ну это видео невозможно смотреть, потому что нормальный человек его не сможет смотреть, потому что смотри за страданиями человека такой себе. Ну ты пойми, что я страдал именно после вот этого события с этим, с этой чёткой, с этим мужиком. Для меня оно ужасное событие. Нет, ну это только подтверждает тот факт, что ты как бы искренне к этому относишься, к этому ко всему. Да, и у тебя это достаточно огромное событие. Я имею в виду никакого вовлечения к гэппин вообще. Я просто в душе ребёнок, видимо, не знаю кто я. Я тебе предложил такую идею, да, с беседой, со всей этой темой. Если, типа, родители какого-то ребёнка скажут, типа, нахер нам это надо, вроде как, да, сказать, ну тогда ты скажешь ребёнку, что, к сожалению, не кайп, потому что вот такая ситуация. Чтоб тебя не обменяли, чтоб ты под удар как бы не... Опять же, если наберётся достаточное количество человек, он скажет, вот видишь, там, типа, Петя, Вова, Вася, вот они все вот в этой тусовке вместе с ним. Просто проблема в том, что там не их родители вызывают ков, а левые бабы. Левые бабы. Так видишь, дело в том, что у тебя сразу будет, скажешь, вот, смотрите, беседа у нас есть. Родители можете любому позвонить, спросить, что это всё разрешено, то есть у тебя уже не будет никаких... У тебя будет алиби жёсткое, прям, прям жёсткое. Хорошо, вот так сказать, да, в Вайбере. Ну, в Вайбере мне сейчас, кажется, уже никто не сидит. В Ватсапе, в Ватсапе там. В ВКонтакте может. В ВКонтакте. А, просто видео мне пишут в ВКонтакте и в Ютубе. Ну, можешь ВКонтакте, но, опять же, надо, чтобы так, чтобы у тебя были контакты их родителей. То есть для вступления обязательно поле, это чтобы контакты родителей, чтобы ты с ними созвонился, с каждым родителем. До вот этого случая с этим мужиком уёбищным, ухолдом, мы с этим ребятёнком подошли к его подъезду и по демофону я поговорил с его мамой. Я сказал, здравствуйте, можно с вами поговорить? Я очень хочу с вами поговорить. Она сказала, я сейчас занято, я занимаюсь уборкой. Не, ну это не то, конечно. То есть тут должна беседа быть прям по телефону желательно. Можно и лично, если может, опять же, родители подойти. А что мне говорить? А? Они скажут, тебе сколько лет? 35. Что тебе говорить? Ну смотри, проектирую ситуацию. Ты подходишь. Ну, вместе с ребёнком, либо к родителю. Во-первых, ребёнок сам, мы же до этого с тобой обсуждали, должен говорить своему родителю. Есть такая-то тема, такая-то вот. То есть тебе они уже не будут задавать какой-то вопрос. Глупый. Говорит, ты к чё, блядь, охуеть. То есть это инициатива детей, а не твоя, вступить в твой клуб. Они сами ко мне подходят. Так вот, это инициатива детей вступить в твой кружок неофициальный. Поэтому к тебе никто предъявил друг друга. Глупый, мне этот чел, в котором вот этот случай произошёл, он сам мне позвонил. Но я в это время плакал, ожидаю вот это видео. И он сказал, ладно, пока. Ну вот, видишь. Поэтому ты, не знаю, к чему ты говоришь, типа я подойду к ним, они мне скажут, тебе что, заняться нечем. Если инициатива будет от детей, то тебе никто ничего не предъявит. Поэтому ты должен держать это у себя в голове, что это инициатива детей. Дети хотят. Сегодня мы играли в дет и бабу, и там вышли из подъезда панельного дома огромного. Мужчина и женщина, а родители ребёнка. Я прямо подошёл к ним с бутылкой вот так вот, напереверку. Говорю, можем с вами пообщаться? Я городской художник, я играю с вашими детьми. Они говорят, да всё нормально, мы нормально относимся, всё нормально. Я пошёл дальше играть с ними. Вот такие попадаются родители, но это редко. Опять же, контакты должны быть, понимаешь? Мне кажется, надо просто кружок организовать, где будут взрослые, кто это заочи, или кто следит за этим всем. Ты видишь, опять же, чтобы она следила, ей надо платить, опять же. Ну, я готов платить. Никто следить не будет, и никому это не надо, как ты сказал. Тебя никому это не нужно. То есть это чисто ваша тема. Твоя и детей. Ну, я готов платить, потому что это для меня самое большое счастье, когда ребятишки рисуют моими руками на моих бумагах, и играют со мной где-то бабу. Я готов бластрять деньги. Я готов гости пить. Ты так и скажи детям. Ребята, это ваша инициатива. Вы хотите, типа... Если вы хотите, то вот такая-то тема. Я создаю беседу, вы в нее вступаете, даете контакты своих родителей, мы все обговариваем, созваниваемся. У меня есть контакты ваших родителей, и они согласны. Все. Кто не согласен, тот, ну, не вступает, значит. Все. И к тебе никакого не будет вообще предъява никакой. Они могут тебя называть вожатым, могут называть тебя вожаком, могут называть себя своим лидером, своим... Ну, короче, это знаешь, как... Когда я... Ты разничал меня вожаком. Не, да я сравню это с тем, что вот как... Ну, опять, человек недавно, да, погиб один в тюрьме. Вот. Мы помним, как у него фамилия. И... У него же, опять же, была своя компания, так сказать. И многие люди за него шли. Не знаю, кто это. Откажи, кто это. Ну, Алексея его звали. Фамилию не буду говорить. Фамилия... А, Вилья, Федофилия? Нет. Он... Выходили, в общем, люди с митингами. Ага, понял. То есть за ним шло много людей до последнего. И даже когда на похоронах, может, ты смотрел, наблюдал, там было очень много людей. А, понял, да, понял. Хотя все сказали, кому он нахуй нужен. Оказалось, что много кому нужен. Ну, на самом деле, любого человека забудут. И даже меня, и любого популярного забудут. Ну, понятно, что забудут. Но он был лидером. Он был лидером. И ты тоже лидер, как бы, для них. Спасибо тебе огромное за такое доброе слово. Это высокая честь, потому что никогда я не был лидером. В школе я был изгоем. Я возвращался со школы. И знаешь, что у меня было? Я не мог рот открыть, потому что у меня слипшиеся были губы. Потому что я ни разу за все в школьное время не открывал рот. Никто со мной не говорил. Вот таким я был. А теперь я лидер. Ты прикинь? Ну, это и суть, что у тебя есть какие-то данные, качества, которые привлекают этих детей. Скажи мне, они очень испытабельно ко мне относятся. Есть полно видео, где я записал, как они говорят в защиту меня. Есть видео на Ютубе, где они говорят в защиту меня. Есть полно видео, где они прям такие вещи говорят, что это просто охренеть. Даже самые отмороженные из них, который называл меня «Эй, тишка, сюда иди». Но потом он стал называть меня «Тихон, тихон, тихон». Ты классный парень. И он сказал, в отличие от всех взрослых, ты недушный. Даже вот этот парень отморозок сказал такое. Ты прикинь? Я это помню. Просто, опять же, вот это неофициально. Когда все это организуется, когда реально все это сделается, это будет... Ну, я уверен, что это будет. То есть, что реально дети, если они инициаторы, это произойдет. У вас организуется реально неофициальный кружок. Когда он уже будет, там можно будет помимо деда и бабы, и помимо слепака, и помимо остальных игр, вы сможете еще что-то вместе придумывать. Ну, там, рисовать, понятно, да. Может быть, в кинотеатр ходить, в World of Tanks играть. Я не знаю, много занятий. На подкасты ко мне приходить с кем-то из них. То есть, может, кто-то из них... Домой, да. Не, ну не к тебе домой, а он как бы подключится просто. Они же все продвинутые, у них же сейчас все есть. То есть, он подключится, мы возьмем такое интервью небольшое. Скажем, чем тебя там привлекает Александр Алюнин? Как вообще человек? Он подключится. То есть, видишь, уже есть какое-то развитие? Ты можешь сделать так, чтобы они подключились? Мы потом поговорим, как это... Я думаю, что они знают. Они же продвинутые, у них у всех есть дискорды. Все есть. Да, вы не знаете дискордов. Они даже вконтакте не могут мою интерфляцию посмотреть, потому что там вконтакте не могут... Наверняка среди них, поверь, наверняка среди них есть чувак, который прям мега прошаренный. То есть, мега все знает. Ну, хорошо. Если кто-то не знает, и... Короче, мы их научим. Кого-то из них. Так, я скажу, на Твиче можете подключиться. Ну, не на Твиче, им надо будет в дискорд просто подключиться, и все, так же, как тебе. Кому-то из них, кто хочет... Прям хочет Яра тебе рассказать, что ты такой классный, прикольный. Давай-ка я вот эту рожу кисую свою, заменю на что-то более-менее нормальное. Поэтому вот этот подкаст ты, типа, обязательно скажешь, чтобы они, во-первых, вот это будет выложено, естественно, да? Чтобы они посмотрели его, увидели, как бы, да? Тебя. Хочешь посмотреть на мою бабушку? Ну, я видел. Я смотрел видео с ней, да. Она, знаешь, что говорю моему отцу? Тебе сколько жить осталось? Давай мне все... Все вот эти вот мешки... С... С... С навозом. Тебе сколько жить осталось? Отдавай мне все мешки навозом. Мне. Ей девяносто лет почти. Кстати, она была бы очень хорошей актриской трагического кино, типа, драматические роли играть. Ну да. Да, но, к сожалению, она проработала с людьми паралитариями, к сожалению. Поэтому я тебе говорю, что развитие определенное есть. Твоя мама вот говорит, что, типа, нет, а я говорю, что есть. Она считает, что ты, как бы, ну, вниз вот этим, да, падаешь. Можно посмотреть на Жеку моего друга на работе, который подказывает, мне хочется сосать, хочет денег. Что он хочет? Что он хочет? Вот он. Сосать он хочет? Да, ему он хочет денег. Это реально твой коллега? Ну, это примерно так он выглядит. А, он так, я думал, реально твой коллега. Не, это примерно так. Ну, еще не, конечно, ну, примерно через 10 лет он будет вот таким. Угу. Короче, я надеюсь, что все у тебя получится, все будет нормально, и что вот то, что я тебе порекомендовал, оно реально подействует в эту тему. Тебе главное, опять же, методично это выполнять, пошагово. Чтобы не было такого сумбура, знаешь, что ты, типа, встретились с ребятами, опять, как бы, там, кто-то что-то сказал, ты такой, бля, все, опять сказали, все, конец, ничего делать не буду. То есть, ты должен просто в своей голове держать, что все нормально, это инициатива детей. Поэтому пускай дети, они вот эту тему твою выслушают, касаемо беседы, касаемо родителей, чтобы вот это все подговорить. Чтобы у вас даже какое-то расписание там свое было, кому как удобно там подходить. Хорошо, я скажу им, вам интересно со мной играть? Они мне прям иржат в ютубе. Они в контексте не пишут. Мы твои друзья, мы хотим все за тебя, мы готовы все за тебя отдать. Ну вот видишь, и после этого уже, когда все вот эта беседа, я вот напишу даже, типа, беседа с участником неофициального кружка Александра Ленина из Железногорска, там, да. И вот... Я надеюсь, что надо организовать кружок. Подключится вот этот какой-то ребенок, да, и я у него, типа, его спрошу, типа, как вот так получилось вообще. Чем привлек, как вообще, как тебе в кружке и все остальное. Это же прикольно, круто, мне кажется. Да, конечно. И этот чувак покажет своим родителям, скажет, смотри, я вот тут, видео, в инете. Смотри. Единственное, что я тебя, ну, не то, что мои требования тебе, а просто пожелания, наверное, чтобы, когда ты с детьми, все-таки меньше держать бутылку. Ну, то есть вообще, в целом, постараться максимально. Вот на это время, пока вы с ними, потому что, опять же, не потому что я такой, типа, марафак, и я, там, и говорю, бля, Алене, ты что пьешь, да? А к тому, что могут подойти реально какие-то другие взрослые, сказать, а что он бухает и с детьми. Нет, могут менты подойти. Или менты. То есть за распитие на детской площадке тебе просто могут штраф. А по сути, кстати, нигде не запить, кроме как у себя дома. Да. То есть тебя просто могут отштрафовать, во-первых, за это, во-вторых, это будет сомнительно, что ты с детьми пьешь. Ну, просто для них это, понятно, что они видят родителей, как они пьют, но... Родители угощают пивом. Ну, понятно, это все понятно, но просто... Ну, и пьет, и курит, вырит. Просто не надо это культивировать у них, потому что у них культивация идет. Типа они такие, о, типа все пьют, и я тоже потом буду пить. Я понял, а я завтра пойду и не буду пить, не курить. А курить нельзя тоже, да? Ну, то есть на время, время. Нет, ты можешь почему-то отходить и сказать, ребят, я отойду, пойду покурю. Все, только не надо, как бы... Вот и все. В этом нет проблемы, абсолютно. Просто я же раз с ними играю, они, конечно, молодые, а я устаю, у меня рука поджигается. Я скажу, я пойду отдохну, покурю немножко там. Ну, да, да. Еще я отлить хожу за домом в кусты, и я боюсь каждый раз, что какая-нибудь девочка или мальчик увидит и напишет заяву, и меня поставят на 8 лет. А такое, кстати, не возможно? Такие случаи были? Такие случаи были, кстати, да, с дальнобойщиком. Было такое, да. Ну, нету туалетов нигде в городе. Поэтому... Хотя, знаешь, как можно сделать? Можно просто вот так вот лечь, коров, на землю просто, и тогда никто не увидит член. Блядь, это бред какой-то, честно. Ну, просто лежишь на земле и слышишь, и никто не видит тебя, что ты член. Твой член никто не увидит. Они видят просто, что человек лежит. Максимум подойдет... ...пред тобой. Ну, мне плохо, сердце прихватило. Да. Короче, да, в принципе... Не знаю. Просто не надо об этом думать. Вот и все. Ну, да, на земле я участвую на стену дома, и это плохо. Лучше... 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 Ставь вниз... ...телом. Поэтому, смотри, развивай свою вот эту идею дальше. Я тебе сказал, как ее можно реально развить. Реально. Не стагнация вот эта, да, когда... ...постоянно ты не знаешь, что тебе делать. Все тебя, типа, нахуй посылают. Говорят, иди в жопу. Чтобы не было в этой точке. То есть, у тебя есть реально какой-то план сейчас. Придерживайся этого плана. И все. И потом уже, опять же, вместе встретимся. Опять подкаст. Я надеюсь, что уже с кем-то. С твоим... Ты напишешь, как провести подкаст с ребятишками. Да, ну просто ты научи... У них же есть телефоны свои, правильно? Ну, есть, да. Они могут просто через телефон в Дискорде выйти, и все. На связь с нами. А, да, ну да, кстати, в Дискорде на связь выйдем в телефоне. А я уже выведусь сюда, точно. Мы можем через мой телефон выйти на связь в Дискорде, и провести прям с ребятишками. Ну, можете вместе выйти, вообще, проблемы нет. С улицы можете даже. Слушай, у меня вот Дискорде на телефоне. Да. Потому что, на самом деле, для меня это феномен. В какой-то степени. Я объясню, почему. Потому что дети сейчас охуевшие. Ну, это я вот честно говорю. Разбалованные, охуевшие создания. В наше время ничего такого не было. Ни телефонов, ни ничего остального. То есть, доедали последние сухари, так сказать. Я, кстати, хочу тебе такое сказать. Когда я работаю дворником, я там нахожу такие игрушки, которые бросают дети, что я просто охуеваю там. Такие игрушки, что я бы никогда в жизни не мечтал о таких. Я их сохраняю, но их кто-то пиздит всегда. У меня была просто ситуация. Ну, часто бывает. На улице, когда бегаю, я бегом занимаюсь целый год. И, короче, когда я бегал по беговой дорожке, там были какие-то дети, им, наверное, лет шесть, было семь. Вот, мальчик и девочка. А девочка знаешь, что сделала? Ну, просто подумай. Ну, не знаю, фантазия, может, у тебя какая-то есть. Ты бегал, и мальчик и девочка бегали, да? Нет, они не бегали. Они просто ходили по беговой дорожке. Но в какой-то момент эта девочка знаешь, что сделала? Она села на шпагат, ну, типа, хотела сесть на шпагат. И, короче, а мальчик взял палку какую-то, ветку. И, короче, когда я пробегал, он хотел меня ударить этой веткой. А девочка мешала мне специально, чтобы я не смог никуда пробежать. Ну, то есть, пробежать по дорожке, ты понял? А может, это был не русский, а такой дикарь? Нет, это были обычные дети. Пяти-семи лет. Ну, хотел бы тебя ударить палкой, это же пиздец. Да, то есть, абсолютно нет. То есть, видят, что дядя бежит. Дядя, ну, мне 24 года на тот момент. И у них нет никакого уважения или страха какого-то, что... Нет, когда работают дворником, ко мне дядишки относятся с уважением. Они говорят, чел, который выбросил, они говорят, слушай, дворник работает, подними. Этот дворник работает. Может быть, у нас такие дикие дети, я не знаю, в Кеймеровской области, я хуй знаю. Я не знаю почему, ну, наверное, поэтому, но у нас почему-то дети нормальные. Вот реально у нас дети адекватные. Вот я и удивился, для меня это феномен. Я и говорю, что, блядь, они реально... Они достаточно разумные. Вот эти небаны, неадекватные. То есть, представь бы, были бы у тебя такие дети, вот... Просто выходил бы, они тебя бы ветками пиздили. Мне кажется, ты бы уже давно реально спрыгнул бы с пятой... Это уже не было бы, я бы вообще не выходил бы из дома, бы делал дарку. Вот, видишь, ну, я, конечно, мне вообще пофиг, я просто удивился, что... Короче, их мать там была, потом она пришла за ними. Я говорю, вы следите за своими детьми, пожалуйста. Она сказала, впечатляемые дети, святые! Она сказала, типа, они не могли этого делать, вы что? Да, 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 да. Конечно же, они всегда так говорят. Я же матери. Поэтому да. И вот ничего действительно не скажешь против таких детей. Потому что они, ну, типа, несовершеннолетние. Если что-то сказать, то всегда закон на их стороне. Это рисунки для моей игры. Я мечтаю создать игру. Но поскольку я не программист, у меня нет базы программистов, поэтому я рисую просто игру. Кольца, покрытие классное. Эти дети, они просто берут, залазят на этот щит, на кольцо и пытаются его сломать. И, короче, однажды бегал-бегал и видел, как челы вдвоём ломали специально это кольцо. Ну, в итоге они его сломали, да. А потом говорят, что какие-то алкаши ломают эти кольца и бомжи. На самом деле это дети всё делают. Слушай, это точно меня дикорили? Ну, похоже, что дикорили больные. Нет, просто есть белые люди, не одобряем, рацизма нет. Но есть вот просто так называемые, которым всё можно. Ну, ты понимаешь, которые, эй, сюда иди. Это я, я называю всех людей королями жизни, да. Короли жизни, может это король жизни были? Не, просто дети охуевшие. Это для сравнения с твоим Красноярском, Железногорском. В Железногорске такого нет. Может в Красноярске есть, даже в Красноярске я не знаю. Но у нас такого нет, у нас дети адекватные. Они тянутся ко мне, они меня считают хорошим человеком. Они записывают десятки видео, я записал, где они говорят обо мне самые добрые вещи, какие только можно услышать в человеке. Ты послушай, ты послушай. Да я видел, чувак. Я же смотрю на видосы. Это охренеть. Это охренеть мне повезло. Это феномен, реально. Ты говоришь, это феномен. Это реально феномен. Просто как они выражаются, как они говорят, что они владеют так языком. И вот у тебя дети реально какие-то варвары, это жесть. Если бы у меня были такие дети, они бы меня избивали, посредовали бы. Я бы уже всё, не знаю, что со мной было бы. Ну вот видишь, поэтому не так всё плохо у тебя ещё. Как я найду видео, где дети говорят, что у меня что-то хорошее. Ну там одно из многочисленных видео. Вот, ребята отвечают хейтеру моему. Да, я видел эти видосы. Ну можешь скинуть, чтобы я включил, чтобы люди тоже увидели это. Ну вот сейчас скину. Потому что не все шарят за эту тему. Это одно из десяток видео, где они говорят хорошие вещи. Одно из десяток, вот. Он просто припугнул ему. Да он не припугнул, он реально... Я чувствую, что он реально хочет вызвать. Я думаю, что... Ну смотрите, в любой момент может приехать полиция и забрать меня. Вот допустим, играем, ну вот, играем. Мы заступимся. Полиция приехала, думают, грабитель, насильщик, убийца или ещё что-то. А тут просто мужик играет. И чё? Ну мы заступимся даже так. Мы заступимся. Тут ничего плохого нет? Хорошо, спасибо. Спасибо огромное вам. Пожалуйста. Но он скажет вам, знаете что? Вы дети, вы не имеете прав никаких, вы не имеете права голоса. Он сказал, что ничем мы не имеем. Да пусть он найдёт леса. Да то, что он в банке не следует. И он скажет, идите домой и никогда с взрослыми не связывайтесь. Только родители, которые сами бухают и пьют и курят. А ему какое дело? Ну и да, он чтобы... А он скажет, а у него написано, что он хороший на лбу? Нет. Нет, не написано, но он хороший. По характеру вы добрый человек. Но вы добрый. Спасибо огромное. Спасибо огромное вам. Ну всё. Да, пускай он идёт лесом, это ключевое слово из этого видео. Ну это, кстати, не самое доброе из видео, там есть добрее. Да. Я видел много видосов на самом деле, где ещё до этого дети тоже другие, они говорят, что да. Типа, действительно, прикольный чувак, классный чувак. Да, да, действительно добрые дети, это поразительно. Они понимали, как мне повезло. И ведь действительно много просто родителей, которые не готовы заниматься своими детьми, на которых нет время. Они выходят во двор, да, и они не знают, чем занять себя. А ты, по сути, ему нашёл увлечение, развлечение. Да, да, да. Я хочу, чтобы это было как-то организовано и задействовано. Ну я тебе сказал уже, как это сделать. И в будущем вы сможете опять же в тот же футбол, куда-то в кинотеатры ходить, туда-сюда, то есть. И это обретёт огласку наверняка. Я уверен, у тебя даже в городе твоём. Такое не часто встречается, когда дети идут за каким-то человеком определённым. Да, да, да. Обычно взрослые отталкивают детей, и воспитатели, преподаватели отталкивают детей. Они отвратительные вообще, естественно, и вызывают хобби на всю жизнь. Ну вот, мне кажется, ты из этой истории можешь реально хороший очень найти для себя выход. Ну из той ситуации, что у тебя там заболевания какие-то, что тебе помогает? Нет. В твоих этих… Нет, ну на самом деле то, что у меня заболевания это отталкивает только взрослых, скажем. Я имею в виду, что помогает в излечении. То, что ты занят этим делом. Да, 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 да. Я почувствую реально в нервании себя, когда я с детишками играю где-то балу. Даже если у меня рука повреждена после игры где-то балу, ну от игры где-то балу, я чувствую такую кайф, такую нирвану, такое счастье, которое никогда в жизни не испытывал. Только, только может быть в детстве и то даже, не знаю. она пишет на музыке, я регулярно слушаю ему музыку. Я приговоренно слушаю панк-рок и пью пиво. Но при детях я не буду пить пиво. Ну все, осталось Шуги слушать. Я тебе кидал всю ссылку на Шуги. Пойдешь, Серега, в 925. Да это у нас, на сервере. Можешь отключить уведомления. Там приходят сейчас. Да, у нас просто есть комьюнити, я рассказывал. У нас группа начинала, пишет саближет спай. Не успею саближет спай, пишет. У нас есть комьюнити по своей игре. Короче, я Эмма. Мне 105 лет. Я слушаю Эмма Корт. Я слушаю Эмма Корт 2006 года. Ну я рад, на самом деле, что у тебя хорошее настроение наконец. Что ты... Что-то все еще хочет или у всех финал, пишет Серега. Сука. Ну Серега часто пишет. Серега такой, да. Что думаешь про Серегу 90 год вообще в целом? Ну Серега нормис. 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 Да. Я это в клип сделаю специально. Серега, ты нормис. Потому что ты очень общительный, коммуникабельный. Ты не общаешься ни на чем предметом. Ни о диалогах Платона. Ни о классовой физике. Ты просто пизы какую-то хуйню. Это просто нормис, блять. Я видел нормисы, когда мы с двумя девчонками и с парнем общались. Вот он нормис. Как бы не просто. И он такой... Беспознательно что-то отвечает им. Я не понимаю, что... Я не могу это... Они спрашивают меня. Почему ты такой замлудый? Почему ты такой... Почему ты такой... Провный? И мне приходится специально надумывать про Йозова Фринца. Истории, чтобы их рассмешить, чтобы... Но их это не смешит ни хуя. Это их пугает. Это самое главное. Это вообще основная проблема. Когда ты начинаешь загоняться по поводу... Ну, типа в компании с девушками ты думаешь, бля, так я их впечатлил, но надо как-то дальше их впечатлять. И у тебя вот начинается вот это вот... Ну да. Просто надо более вообще похуистически относиться. Те, кто похуистически относится к женщинам, тем и дают обычно. Да-да. Пушкин говорил такое. Да вообще в целом это просто закон такой. Реально. Ну да. Тот чел нервничный, он похуитительно относится. Хотя я вам провожу. А ему абсолютно плевать. Он просто с ним стоит. Иногда что-то какие-то фразочки вставляет. Типа... Какие-то фразочки вставляет. Да-да-да-да. Вот ты прав. Да. Он говорит, ну что, пойдем, девочки. Что, давайте. Ну что, погнали. Он типа там говорит что-нибудь такое же, типа... Еще такую интонацию просто в голосе делает. Ну что, давайте, девчонки, пойдем. Да, у него такая донация еще, как у Бога. Ну что, пойдем. Поэтому, да. Ну, короче, да. Но я шутил одним, говорил. Слушай, если ты сейчас и забьешь меня, то они же после этого будут донатить тебе калифонсу и говорить, ты молодец. Ты наказал, коса. Да. Я, короче, угорал там вообще, по полной, еще до Йозефа в Ицле. Там, короче, одна из них говорила, она послушала у меня какие-то фалкашки 45 лет, когда она меня засасывала, вот ты говорила 5%, что я дорожусь ВИЧем. Я, короче, рассказал им, она говорит, эй, знаешь, что она сказала? Да. Она говорит, я хочу, хочу засасываться с алкашом. Ты говорила, не надо. Она говорит, я хочу. Что мне еще детям оцениться рассказывать? Что мне будет в будущем вспоминать? Ты прикинь? Ну, это, бля, юношеский максимализм. Просто, сто процентов, если бы такая ситуация могла бы случиться, она бы никогда в жизни не согласилась. Да нет, она засасываться будет. Мне кажется, она реально, она правда говорила, я чувствовала это. Реальнее. Сейчас такие пошли, ребята. Много чего говорят, а на деле ничего не могут. Да, кстати, я рисовать перестал в последнее время. Это плохо. Хотя нет, я нарисовал лот. Ну, смотри, если тебе не хочется рисовать, ну да, это я видел. Типа, глаза какого-то испугавшегося человека. Угасывать наркомана, да? Да. Да. То есть, если тебе не хочется что-то делать, ты просто не делай. Вот и все. Ну, это жестко, ебал мой рисунок, конечно. Автопортрет. На самом деле, это глаза очень отчаянного человека, который перед смертью видит конец жизни. Ну, блин, неужели мой рисунок это наркоман? Какой-то наркоман? Нет. Ну, это не наркоман, но какой-то потерявшийся человек. Ну, да, да, я потерявшийся человек, да. Какой-то человек, который не знает, что дальше делать. Да-да, я не знаю, что дальше делать. Ну, теперь-то ты знаешь, что дальше делать. После нашего подкаста, надеюсь. Ну, мне теперь надо будет по библиотекам, по школам ходить и предлагать вот эту идею еще дополнительно. Нет, тебе для начала, я тебе сказал, что надо сделать. Ну, с ребятами поговорить и… Да, ребята, беседы создать, если там кто что, родители, потом уже от этого отталкиваться. Потом с ребятами уже пойти в библиотеку, потом с ребятами пойти еще куда-нибудь. Чтобы люди видели, что ты не просто такой чувак, дурачок, который пришел. А вот со мной дети общаются, вот я с ними играю, они такие подумают, блядь, какие дети, а где дети-то, блядь? Скажем, он что, шоуе, что ли? Просто возможно, что эти детишки на самом деле просто ради игры со мной тусуются. Ну, хотя на самом деле они и говорили, что они мои друзья навеки. Ну, Господи, погодите, не митерируем. Просто скажи, чтобы дальше нам продолжать с вами как-то общаться… Сейчас я кое-что скину, да. Чтобы нам дальше продолжать общаться… И чтобы для нас никто не наезжал, нам надо сделать следующие шаги. Все. Я тебе скидывал угрозу? Да. Ты кидал. Я уже видел. Я не буду скидывать. Я просто забыл об этом. И после этого уже ни у кого не останется никаких вопросов. Никто не будет писать угрозы, никто не будет спрашиваться. Если будут какие-то, типа, другие взрослые подходить, у тебя уже будет жесткое алиби. Ну, там взрослые ходят, это алкаши всякие и разные плевые. Ну, это такая тетка, которой больше всех надо, которая больше всех видит. А вот эта тетка, которая шизофреничка, которая бредит, обвиняет меня в том, чем я не являюсь. Ну, там, скорее всего, еще какие-нибудь, может, соседи тоже сказали, Лен, а ты видела вон там? Да, я видела. Говорит, ну, поговори, типа, ты же там самая инициативная. Вот она пошла. Ну, может, да. Так обычно бывает. Слухи, сплетни. Типа, людям нечего обсуждать, они обсуждают тебя, условно говоря. Следят за тобой. Да, я нечего обсуждал. У меня, кстати, Путина они не обсуждали. И, кстати, единственное, что я хотел обсуждать, забыл память. Вот и все. Тебе просто не надо давать им повода, и когда это все сделаешь, повода уже у них не останется. Им даже грустно, наверное, останется. Ну, не кажется, что за мной наблюдалось токон четкий. А ты всегда, когда к тебе кто-то подходит, я тебе просто, как та алкашка, которая говорила, ну, советовал, когда к тебе кто-то подходит, говорит, типа, что, садись, покурим. Я тебе советую. Когда к тебе кто-то начинает лезть, ты просто говори, что, доебаться захотел? Все. Отпадет сразу желание. Какое-либо. Ты просто подойди прямо близко, скажи, что, доебаться захотел? Что, доебаться захотел? Да. Все. Рабочая схема. Я думаю, сработает. Сработает. Уверяю. Да. Они просто… Когда такое говоришь, люди просто сразу стоят такие, ахутутные такие, айба, ничего себе, может. Это две роботы. Да. Поэтому ты это… Развивай эту тему. Я, как бы, только за развитие твоего контента. Да. Поэтому ты и записывал с тобой второй уже подкаст. Да. Я выложу его везде. И чем больше это будет, этих подкастов, всего остального, опять же, это может принести новую аудиторию. Эти пацаны, которые, да, вот это тоже могут принести тебе аудиторию, мне аудиторию, нам вместе аудиторию, можем вместе какой-то снимать коллабы, World of Tanks, там еще что-нибудь. Это же прикольно, классно. Я всегда за такое выступаю. За творческую движуху, как бы. И если она будет, то прикольно. Пускай лучше у нас растет аудитория, чем у Поднебесного. Нахуя вот он… Кому он нужен? Он нужен семнадцатилеткам, чтобы секс ему доронали. Ну просто над ним угорает и все. Все угорают над ним и все. Они не угорают над ним, они ему шлют сотни рублей. Если бы мне столько слали, я бы был богатым, я бы даже не работал. Они шлют ему сотни рублей, чтобы они ответили на какой-то их донат. Все. Поугарать над ним просто. Да, Поднебесный просто популист и хуцфу гонит, извиняюсь за антитемитизм. Хуцфа – это выражение в еврейском париклоре, что означает быть наглым, вопреки всему, максимально наглым, чтобы победить. Ну вот Поднебесный как раз актер вообще полный. То есть… Да, да, да. Актер. Абсолютно. Нереальный человек. Если ты реальный человек, реальный. Я сначала подумал, что актер видишь, а оказалось, что ты реальный человек. То Поднебесный… Поднебесный, это просто… Лох. Все, что я могу о нем сказать. В принципе. Меня вообще в целом не впечатляют вот эти герои Нижнего Интернета. Они какие-то все скучные, неинтересные. Ты вот не скучный. Да даже я не скучный. Хотя… Будьте огромное. Я это зацениваю на Бандикам и буду пересматривать хотя на самом деле я это не пересматриваю. Знаешь почему? Потому что у меня СДВГ. Я не могу зарезарочиться ни на чем. У меня есть целая папка, где написаны восхищающиеся открики обо мне, но я ее вообще не открываю. Это самая последняя папка, которую я открываю. Вот в чем проблема. Хотя если бы я их открывал, это было бы очень полезно. Да. Ну вот опять мы почти два часа с тобой наговорили, так сказать. Да, но только мы не о эмо-музыке говорили. Короче, я сейчас кину название группы. Трафарет. Идиотское название «Я-я» группа, песня называется. Идиотское название, но песня – хорошее. То есть там И в этом момент Мелодия А потом начинается Динамичная мелодия Вот это вот отлично Ну я думаю, что под неё мы сейчас Будем заканчивать Я включил подкаст наш Под эту песню Так, мне сейчас надо, чтобы ты сказал сам себе Я Александр Алёнин, художник Я буду развивать свою идею Дед и баба Я Организую неофициальный Союз детей и молодёжи Я Александр Алёнин Тихон Мыркин Великий художник Самый величайший человек, кто когда-либо Ходил по нас Земли этого города И по России вообще Я организую мастер-класс И дед и бабу Для ребятишек И мы будем зарабатывать на этом деньги И жить привлекательно И счастливо И я буду кайфовать каждый день Каждый день Я великий художник Александр Алёнин Самый лучший человек Самый загадочный, странный Кто когда-либо Ходил по улицам этого города Ну ты конечно про деньги Ты уже опять загнул Абсолютно Ну это конечно На самом деле денег здесь вообще нету Ни у кого Так что я верю Да Ну ты на самом деле скромный достаточно человек Все что про великий Это попытка привлечь внимание Это же правильно? Да, это просто рофл Я сам смеюсь на собой То есть многие просто сейчас подумают Что ты такое Большое мнение о себе Ну нет, я на самом деле рофлю над собой Я угораживаю, когда я говорю Ты великий художник Я самый великий мужчина На свете Это меня смешит больше всего Когда я говорю тебе аффирмации Я самый Это лунный мужчина На свете Это самое смешное Что я только могу услышать Да ты модель, Александр Ты просто модель Тебе надо на плейбой Они, знаешь, что говорили Вот эти вот нерменские девчонки И парень Они говорили Что в очках я похож на Гарри Поттера Но я это прозумал Ну, они не говорили, что это прозумал Они говорили, что это наброс, это круто Но я говорю Ну это же прозумал Но они говорят Нет, наброс, Гарри Поттер Это же круто Вылитый Дэниел Рейтли Просто Одно лицо В принципе Я самый великий художник На свете И самый Привыский мужчина Это меня смешит Больше всего Кстати Осуждаем алкоголь Это, кстати, по-моему У тебя Ситро, да? Правильно же? Это же не пиво Это Доктор Дюйсел Ситро Это, да Все это Ситро Это Дюшес Так что Ну, это того, да Поэтому все Будет пинхаус свой Будут тебе детей туда возить Будешь с ними Там, где ты бабы играть Организована Споркомплекс Площадка Как Майкл Джексон Неверлэнд Только у тебя Будет не Неверлэнд А Лёни Лэнд А Лёни Лэнд А Лёни Лэнд А Лёни Лэнд Да Родители будут Говорить Ну что, хочешь В А Лёни Лэнд Поедем? Все А потом какие-нибудь Найдутся Дебилы Тоже скажут Ну что? Он к тебе Приставал? Мы вместе спали И он Там Ко мне Пытался Ну, короче Найдутся Дебилы Дебилы Найдутся Да Это все шутки Естественно Я, честно Когда Когда Майкл Джексон Там не было камер По-су-то Везде Камеры будут Говорит Он ко мне Приставал Камеры Такие Смотрим Камеры Везде Отсюда Отсюда В Кармасе Ничего Не приставал Он ко мне Приставал Десять камер Вокруг Да Он показывал Писюн Как той самой Писни Да Десять камер Вокруг Что ты Хотел бы Сказать Самому себе Вот Сейчас Мы Подкаст Записываем Самому себе На будущее В будущий Подкаст Я бы Хотел Чтобы Мои Картины Продавали В месяц За 30 тысяч Рублей Одна Картина В месяц За 30 тысяч Рублей Это мне Хотело На Поблески Для И Просто На Еду На Жить И Мои Деньги И Все Стоповую Картину За 30 тысяч Рублей В день В месяц Покупали И Все Хотя Люди Знаешь И говорят Что Через Какое-то Время Мои Картины Будут Стоить Миллион Долларов Но Я Не Верю В Это Ну Какое Что мне Дело Если Когда Меня Не Странец Будет Строить Картины Столько Столько Подкаст С тобой Будут Набирать Миллиарды Посмотров Будут Набираться Они Так Скажут Они Разбираются Они Имеют Два Высых Образования По Искусству Они Живут В Москве В Европе В Петербурге Это Люди Разбираются У них В личной Жизни Все Отлично У них Есть Семья Все Есть Они Покупали Мои Картины В 2014 Году За 3500 Рублей Каждую Картину Ну Надо им Тоже Подкасты Кинуть И Чтобы Они Популяризировали Будущие Подкасты Чтобы Было Как много Больше Еще У нас Аудитории Мы Просто Сидели С тобой И Наслаждались Комментариями Не Они Обладают Такими Рисурсами Чтобы Миллионы Аудитории Набрали Не Не Надо Миллионы Хотя Б Хоть Кто Ребятишки Могут Просто Мне Я Почему То Вот Этот Вот Дискорд Смотри Что Тебе Надо Просто Регистрацию Пройти Я Вожу Телефон Возникла Какая-то Очередная Настюка Похоже Это Вы Не доглядели Ознакомьтесь Наши Близи Далее Подождите Вы Человек Подтвердите Что Вы Нервоз Подтвердите И снова Отправляют На Эту 42 Там Не У меня В последний раз Было 115 Когда Проходил На Это Когда Было Года Тебе Деньги Не Надо Деньги Не Надо Я Просто Хотел бы Научиться Петь 5 Музыкантов Ну Вот Смотри Ты же Вроде Как Говорил Микрофон Хочешь Заказать Как Он Тебе Придет Мы Можем Начать Чтобы Было Лучше Слышно И Хорошо Пока Что Плохо Слышно Я Понимаю Как Труб Ну Да Чтоб Просто Понимать Вообще Что Как Там Более Чистый Звук Будет И Будет Более Понятно Тогда Согласен Ну Просто Посмотреть Какие У тебя Данные Способности Действительно Они Есть Ладно Давай Завискар Ну Давай Давай Я Буду Наблюдать Смотреть Контентом И Надеюсь Что Мои Слова Как То Повлияют На Тоже Я Подоволью Тебе Как Ты Сказал Да И Не Унывай И Не Надо Реагировать На Людей Других Просто Держи Вот Это У себя В голове Что Есть Люди Которые Тебя Поддерживают Идут За Тобой И Плюс Вот Эти Дети Которых Там Десятки Уже И Ты Для Них Вожак Лидер Я Не Иду Просто Иду Два Круга В Магазин Меня Дети Там Узнают Просто Пошел В Магазин Меня Дети Там Узнают Просто Пойми Что Ты Можешь Это Монетизировать Потом Спокойно Вот Все Монетизировать Монетизировать Магазин Просто Хостой Русский Человек Я Не Еврей Извиняюсь За Монетизм Я Не Умею Монетизировать Не Я В Будущем Монетизировать Это Более Будут Люди Интересоваться Вашим Кружком Картинами Я Знаю Я Об Этому То Есть Люди Будут Просто Тебе Скидывать На Ну Ежа Бусти Всякие Там Сборы На То Что Вы Куда Сходили Что Ты Сделали Чтобы Ты Не Платил Там Что У Тебя Средств И Так Не Хватает Да Я Мор Рад Если Просто Это Было И Рисование Обмаги Восковыми Мелками Потому Что Больше Не Надеюсь Пока Что Ну Вот Условно Говоря Там Могут Кидать Донаты Там На Какой Нибудь Мяч Баскетбольный Футбольный Чтоб У вас Мечи Были Еще Что Мелки Те Что Были Еще Плюс На Мелки Да На Бумагу Там На Краску Короче На Много Че Ну Это Я Про Такую Монетизацию Тебя Ну Это Да Кстати Чтобы Ты Не Просто Не Просил Деньги Там На Пивас Или На Сигареты Чтобы Это Шло Все Туда В Общак Ваш И Ты Как Лидер Будешь Распоряжаться Что Вам Надо Да Это Было Очень Круто Но Пока Что Это Стар Который Нужно Застичь Ну Пока Что Это Просто На Будущее Тебе Надо Сделать Первые Шаги Я Надеюсь Они Будут Сделаны Поэтому Давай Удачи Тебе Я Этот Подкаст Тебе Скину Да Я Выложу Видео Ты Выложишь И Надеюсь Твои Ребята Они Будут Продвигать Тебя И Ваш Кружок А Я Так Чисто Освещаю Интересных Людей Вот Может Мне Что-то Как-то Перепадет Тоже Но Не Знаю Поэтому Огромный Мы С Ребедиками Приведем С С С С С С Ну Будем Надеяться Короче Ладно Давай Саня Давай Давай Я Тоже Давай Давай Саня Ну вот Собственно Горя Закончился Подкаст С Александром Алёниным Художником Было Приятно Пообщаться Узнать И с ним С его Мамой Короче Интересно Вышел Подкаст Смотрите Ребят Это На ютубе Александра Алёнина Это все Выложит Не знаю Как там Получилось Надеюсь Что Нормально Все Вышло Порядочно И все Будут Доволены Ну Привет Ребятам Александра Алёнина Его Кружку Короче Давайте Пацаны До новых встреч Продолжение следует